Всем доброго дня! В прямом эфире Большое Радио, это студия «Транзит». У микрофона Анна Будовская за пультом звукорежиссёра Елена Игонина. И в гостях у нас замечательная, очень романтичная и чувственная поэтесса Ирина Астахова. Здравствуйте! Здравствуйте! 7 декабря в Мурманском областном драматическом театре, как мы уже с анонса могли слышать, ваш поэтический моноспектакль. Расскажите, что вы приготовили мурманской публике, с какой программой вы приехали в столицу Заполярья? Ну, может быть, без особых спойлеров, но чуть приоткроете завесу. С огромным удовольствием, да, так как я первый раз в вашем городе, и, наверное, многие только познакомятся с сутью моего творчества, с подачей, поэтому сильно усложнять не хотелось, это не будет полноценный моноспектакль, да, с какими-то сложными действиями. Хочется дать тепла в этот морозный день, и поэтому сегодня в основном будут светлые стихи о поиске себя, о путешествиях, о добре, о любви, конечно же, но и любимые, да, какие-то печальные, всё-таки со светлой грустью стихи я сегодня обязательно прочитаю, вот, под музыку моего друга и прекрасного композитора Юлии Джен, остальное пусть приходит и увидит. Здорово. Ну, в любом случае, этот поэтический вечер, я думаю, добавит прекрасного настроения в эту суровую полярную ночь и зиму. Мурманск встретил вас с крепкими морозами. Удалось где-то побывать уже, может быть, сложить какое-то, пусть небольшое поверхностное, ну, какое-то впечатление о столице Заполярье, вообще о нашем городе. Ну, во-первых, у меня отель находится в приятном очень месте, около горнолыжного склона, где природа, и сейчас благодаря морозам, она такая вся белая, покрытая снегом и инеем, вот, прокатилась немножко по центру города. Мне показалось, как бы это ни звучало, как оксумарон, а очень тёплый город. И мы проезжали с организаторами зал, в котором я сегодня выступаю, Театр Кукол, и мне безумно понравилось место, как оно выглядит, очень атмосферное, очень тёплое, поэтому мне всё пока нравится. Да, у вас одна из лучших площадок в городе сегодня, вот, об этом можно говорить срочно. А я так и рассказала, это у себя уже в соцсетях, это правда. Такое место силы, место притяжения, не только маленьких мурманчан, Театр Кукол, потому что, ну, действительно разного формата мероприятия, и вот 7 декабря сегодня ваш поэтический моноспектакль. А вообще вот с концертными турами по разным городам и странам вы часто колесите, гастролируете. Наверняка есть в памяти встреча, которая запомнилась больше всего. Ну, или какие-то, может быть, события, встречи, вот расскажите, поделитесь. Да, вы знаете, каждый город, каждая страна по-своему уникальна. Я очень люблю путешествовать, и у меня, естественно, поэтичный взгляд на мир, и я везде найду что-то красивое, что-то интересное, кого-то интересного для себя. Поэтому, во-первых, правда, по-своему каждый город, каждое место, где я бываю, уникально интересны. Но, во-вторых, наверное, как артист, не хочется кого-то обижать и кого-то выделять. Действительно, плюс я жизнерадостный человек, мне везде здорово, меня везде любят, тепло встречают, вкусно кормят, показывают красивые места, я и сама нахожу, поэтому мне всё нравится. Ну что же, у вас есть шанс попробовать и арктическую кухню у нас в городе Мурманске. Это особая история, да. Пользуясь эфирным временем, рекомендую. С удовольствием, теперь точно, как раз на ужин. Вы популярны, вы востребованы, у вас очень много подписчиков в социальных сетях, в интернете, сотни тысячи. Эта популярность, она пришла к вам, ну вот, последние годы уже прям вот так вот с ощущением, да, вот вы чувствуете себя звездой? Если честно, я стараюсь, ну то есть не стараюсь, меня, наверное, так воспитали родители, я, в принципе, от природы очень простой человек, росла в простой семье, и у меня какие-то базовые ценности. Опять же, это не потому, что я хвалю себя, а скорее свою семью. Быть добрым, быть отзывчивым, быть внимательным, быть с мягким сердцем, эмпатичным, поэтому не могу сказать, что у меня как-то появилось ощущение своей собственной значимости. Да, конечно, я понимаю, что, безусловно, во мне есть какой-то поэтический талант, видимо, если людей притягивает, какая-то харизма, но в целом, я думаю, во многом ещё и удача, истечение обстоятельств и так далее, и так далее. Поэтому я к своей популярности отношусь с уважением, с благодарностью, потому что, конечно, и количество читателей приносит мне как и радость, да, понимать, что ты интересный, что твоё творчество важно здесь и сейчас, что ты не один чувствуешь так мир, и, конечно же, да, если говорить как о работе, не как о поэте, а обо мне, как об артисте, как о блогере, это позволяет мне ещё и жить таким образом жизнь, вести такой образ жизни, в которой я хочу путешествовать, помогать близким, развиваться, да, реализовывать свои какие-то потребности, поэтому не могу сказать, что на меня это повлияло, но, конечно, я чувствую, да, что... Ну, а с тебя нет ответственности чувствуете? Безусловно. За собой. Безусловно, одна из причин... Переда аудитории. Конечно, одна из причин, почему я сегодня здесь со светлой лирикой, потому что я понимаю, что моё творчество влияет на состояние людей, и мне хочется, чтобы сегодня, выходя из зала, люди выходили, может быть, северное сияние сегодня увижу, хотя очень хотелось бы с сияющим сердцем. Ну, так и будет. Я думаю, так и будет. Я сделаю всё возможное. А вот к слову об удаче, о стечении обстоятельств, да, вот вы упомянули, события, люди, важно очень, чтобы на жизненном пути встретились, вот, ну, скажем, наставники, да, которые вот бы помогли и действительно направили. Вот какие события сыграли наиболее важную роль в вашей судьбе? Да, вы знаете, вот как раз-таки очень много различных цепочек, которые постепенно привели плюс, честно, не будут, я говорю, без лишней скромности, моё усердие, стремление и трудоголизм. Но, конечно, люди, безусловно, сыграли большую роль, так как вот человек, один из которых, я считаю, сыграл для меня большую значимость в моей реализации и предал уверенно себе Стёпа, организатор этого концерта. По совместительству мой друг, с которым мы знакомы уже более 10 лет, и на начале пути он очень поверил и подсветил как-то мой талант, и в дальнейшем, да, мы уже стали помимо дружбы сотрудничать. И таких людей, да, огонёчков в моей жизни очень много. К счастью, я счастливый и богатый человек. Да, и сердца Степана вот из студии, да, Ирина. Ну, это чувствуется по вас, по вашей энергетике, вот эта наполненность позитивом. Спасибо. Очень много о поэзии, да, и вот о ваших стихах, именно о ваших стихах. Всегда было интересно, и я задаю этот вопрос поэтам, с которыми встречаюсь, так или иначе, да, и с мурманскими в том числе. Вот рождение стиха, это как рождение ребёнка, ну, образно. Это вот процесс, вот вы же наверняка не сидите и не ждёте вдохновения, приди, снизойди на меня, дай мне эту рифму или этот образ. Вот это что-то, наверное, вообще не пощупать, вот как это рождается. Это же не спланировать, что, что вот на это влияет, на написание стихов. Вы знаете, всегда по-разному, но вот вспомню, я, к сожалению, сейчас я очень точно не скажу, Ахматова это или Цветаева написала, знали бы, с какого ссора рождаются стихи. Это как скульптура, да, у тебя есть огромная глыба эмоций, может быть, набора какого-то слов, и нужно уметь совместить ум и сердце, свои чувства, постараться придать какой-то форме, да. В моём случае в основном это ровный ритм, ровная поэзия. Опять же, спасибо моим родителям, у меня была музыкальная школа, я считаю, что этого много мне помогает сейчас творить. Но и белые стихи, да, бывают хороши, мы все это знаем. Я думаю, это вот совокупность совмещать ум и сердце, развивать вкус, это тоже очень важно, да, начитанность какую-то, насмотренность. И всегда по-разному, иногда начинаются с фразы, с слова, и нужно полежать этой фразе, и когда придёт чувство, уже от неё всё начинает расцветать. Иногда это очень мощное чувство, и ты понимаешь, что если ты его сейчас не выразишь, ты будешь плакать, да, или с кем-то ругаться, но очень сильно переживать. То есть я думаю, что любой вид искусства, поэзия, музыка, живопись, это умение благодаря, наверное, эмоциональному интеллекту свои чувства выразить вот в такой красивой форме, да, не разрушая себя, не разрушая людей вокруг. А бывает так, что, например... Ушла далеко. А бывает так, что, например, пьёте, не знаю, чашечку кофе, да, в любимом кафе, и тут хоп, что-то вот, и вы быстрее-быстрее ручку и на колочке салфетки там, или быстрее в телефон что-то запомнить. Вот какие-то такие молниеносные вот фразы, рифмы, образы. Конечно, бывает. Если у тебя открыто сердце, да, и глаза хотят видеть, а душа чувствовать, то можно даже, да, в преломлении луча света, в проходящей паре какой-нибудь, или, не знаю, в грустной собаке, плетущейся по мостовой, да, увидеть что-то, почувствовать и описать это. Главное, не вытягивать из пальца и действительно чувствовать, потому что я считаю, что... Это основа, да, для написания стихов? Ну, в моём случае, да, мне кажется, поэтому люди тянутся к моему творчеству, потому что они видят, что это искренне, да, что это не набор звуков. У меня есть стихотворение, я его не помню, которое заканчивается так. Так, ругай что-то... Ну, ругай... Я вас даже сейчас придумаю заново, потому что не помню. Ругай, препятствуй и души. Нет смысла в слове без души. Ну, то есть, предыдущий я придумала, но суть нет смысла в слове без души. А как вы относитесь к коллегам Лево-Цеху или к критикам, которых все артисты, мне кажется, недолюбливают? Ну, потому что вот у них такая профессия, да, разбирать по косточкам, критиковать, что-то там хвалить, если уж так. Хотя это всё по большому счёту субъективно. Но, тем не менее, вот к критике на какие-то, может быть, негативные отзывы, на комментарии из разряда, что, ну, вот эта поэзия, это вот такая женская история, она несерьёзная. Можно встретить такое и такие, к сожалению, оценочные суждения, которые я, кстати, не люблю, в том же интернете, да, вот применительно к вашему творчеству. Как вы к этому относитесь? Начну с первого вопроса. К коллегам по цеху я отношусь всегда с уважением. Просто один вопрос, да, нравится, не нравится, моё, не моё, хочу слушать, нравится человек, нравится то, о чём он пишет, нравится ли, как выражает. Поэтому здесь я всегда с уважением, но вопрос в том, что близко или не близко, принимаю это, общаюсь, не общаюсь. По поводу критики, раньше, конечно, потому что всё-таки артисты люди эгоцентричны, и я не сталкивалась, да, когда не была популярной, с каким-то критическим мнением довольно часто, относилась болезненно. Сейчас как-то пришло такое осознание, и оно мне очень подходит и нравится. Никогда не реагируй на критику человека, чего бы мнение ты не спросил. Вы обо мне думаете? Здорово, я о вас вообще не думаю, да? Ну, вот что-то вроде того, да. То есть бывает, да, например, я безымянно оставлю, есть поэт очень известный, он выразил среднее мнение обо мне, то есть такое, оно вроде бы и не отрицательное, но и не восторг. И мне было интересно прочитать, потому что я бы с удовольствием послушала, восхищаясь вот талантом, что он думает обо мне. Есть другие, которые, да, я понимаю, что из зависти, почему вот я вот пишу там по всем ямбам, хореям, амфибрахиям, и не добиваюсь успеха, а тут просто девчонка без политического образования, не знаю, могу допустить недоошибки из-за своей импульсивности, быстро всё выложить, хоп-хоп-хоп, и вот выходит и собирает залы. В такой критике я снисходитель. А вот если бы не поэзия, тогда что бы? Если бы не поэзия, ну в любом случае, мне кажется, было бы сценичное искусство, потому что у меня действительно, я эгоцентрична, не эгоистична, мне важно, при этом я интроверт, да, мне важно внимание к себе, но такое, немножечко на расстоянии, мне нравится выражать. Ну да-да-да, я бы, наверное, была бы актрисой, певицей, вот что-то, танцы я люблю, какой-нибудь контемпори, вот, скорее всего, это была бы сцена. Либо-либо я, хоть своих детей у меня на данный момент нет, Я очень люблю взаимодействие с детьми, потому что я сама немного внутри ребёнком осталась, и я загораюсь, когда общаюсь, и могу чем-то поделиться. Возможно, я была бы, да, ну какой-то тоже, я думаю, творческой частью обучения детей. Здорово. Пионер-важат, Ирина Стяхова. Ну и вот про славу, про популярность и, конечно же, про деньги. Вот интересно мне узнать о вас. Для вас это работа, в первую очередь, и зарабатывание неплохих, скажем, да, в общем-то, гонораров и заработков на жизнь, и возможность себе, в общем-то, позволить много чего, вот, вы говорите, и путешествия, да, и разные страны, города, такое совмещение. Или всё-таки эта история вот про то, что я не могу не писать, я не могу не представлять вот своё другим, да, зрителю. Я хочу сказать, что я очень чётко разделяю себя поэта. Снимай. Я могу сказать, что я очень хорошо разделяю себя как поэта, да, как творца, который не задумывается о материальном, который смотрит на мир глазами ребёнка, старается замечать прекрасное, ужасное, думать, чувствовать. И себя как артиста, который выходит на сцену, это определённая работа, это определённый труд, это определённое личное время, гастроли, да, когда ты уезжаешь от близких. И здесь, конечно, я люблю финансы, но скорее не с точки зрения, как с круч-магдак, а скорее, да, как к возможности жить свободную жизнь, потому что для меня свобода очень большую ценность имеет, свобода передвижения, свобода развития, свобода помогать близким, свобода красиво одеваться, свобода развиваться, дальше сарапчик пойдёт. В общем, да, деньги — это определённая свобода, но я не преувеличиваю их значимость, потому что всё-таки я поэт. Ну, а у нас время, немножечко, буквально минутки денег, это реклама на большом радио, и мы вернёмся. А в студии у нас тепло, и мы не грустим, и в гостях у нас Ирина Астахова, поэтесса. Сегодня ваш моноспектакль, ещё раз напомню всем слушателям, есть ещё возможность успеть и прийти. Да, но там буквально осталось 10 билетов, и это очень приятно. Но, если что, знайте и приходите, я вас всех согрею. У нас в Мурманске есть своё поэтическое братство и, безусловно, и союз писателей, и у нас проходят интересные различные форматы и выступления, таких вот интересных мероприятий. Например, есть такое трио девушек, девушка с яблоком, да, где вот собираются именно, да, женские, женскую лирику читают наши замечательные мурманчанки. Ну вот, хочу спросить у вас, что бы вы пожелали тем, кто вот начинает, пробует себя в стихах, тем, у кого есть желание что-то сказать через поэзию миру? Ну, во-первых, только смелым покоряются моря, я считаю это так. Быть смелым, в первую очередь слушать своё сердце, да, и потом уже чужое мнение. Это касается и критики. Недавно я согласна с этим мнением, не то, что оно появилось у меня, просто оно очень хорошо сформулировано. Я была в Петербурге в музее и купила книгу, господи, сейчас боюсь соврать, сейчас начала говорить, ну, в общем, писатель, сказочница, которая написала Моми Троллей. Тури Янсен. Да, прошу прощения, точно. Спасибо большое. И она, я купила книгу о её жизни, о её пути, она такая детская немного. Удивительная женщина. Это правда. Удивительная. И она вся мне нравится, что это разделяется, что мне тоже понравилось. Эта книга как немного и детская, она вся с картинками какими-то наивными. И там прекрасная фраза. Не бойтесь показывать своё творчество в первую очередь близким, которые знают ваше сердце. Делитесь и относитесь положительно, как и отрицательной критике, так и к позитивному мнению. И творите, развивайтесь. Вот мне кажется, очень важно действительно спрашивать мнение у близких, которые знают твой потенциал, твоё сердце, и, скорее всего, способны говорить правду. Не бояться, открываться. Да. Потому что, да. Ну и творить, 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 развивать вкус, развивать мировоззрение, пробовать разные виды искусства, потому что, да, вот я говорю, я думаю, что даже музыка во многом помогла мне в поэзии. В общем, ну и, конечно, любить то, что делаешь. А вот к вопросу образования и вот той самой начитанности, про которую вы сейчас говорили. Недавно напротив меня, вот на вашем месте сидел Влад Маленко, тоже замечательный поэт, художественный руководитель театра поэтов, Московский театр поэтов, который сказал, ну, что бы я пожелал? Я бы пожелал прочитать. И началось такое, знаете, от Шекспира, от Древней Греции. Как у Бродского список литературы. И если тебе после того, что ты прочитаешь, всё-таки захочется ещё продолжить писать и сказать что-то своё, тогда, да, смело это делать. Ну, у меня мнение расходится, оно у меня, наверное, более мягкое, да, и я пример приведу, наверное, не в сфере поэзии, например, да, есть дизайнеры, которым нужен бренд-бук, чтобы создать что-то классное, а у некоторых интуитивно красивое видение мира. И некоторым, наоборот, вот эти все знания могут вмешать вот этому свободному потоку сознания, поэтому я думаю, что у каждого свой путь, кому-то близко, близок такой подход, и я считаю, что это правильно. Кому-то, наоборот, да, возможно, вот это вот детский, как у Беллы Ахмадулина, детское зрение провидца, чистое мышление помогает больше. У меня есть друг, он, правда, из сферы стендап, безумно умный и талантливый человек, известный комик и на телевидении, и в интернете. Он однажды сказал фразу, Ир, я не прочитал, кроме там кратких содержаний из школьной литературы, ни одной книги. Но это совершенно не мешает мне быть эрудирным человеком. Поэтому я думаю, что... И тот, и другой вариант имеет... Нет такого, да, вот так вот, правильно, а так нет. Абсолютно точно. Главное, знать, для чего ты это делаешь, почему, и... Ну, и вот развиваться, а как развиваться, читая чье-то творчество или нет, это уже другое. Когда-то же те же самые, да, я не знаю, Овидий начинали писать, когда еще не было тех же самых, я не знаю. Софок и Леврипид, Аристофана. Да, 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 да. У них не было этой базы. Почему-то как-то они стали талантливыми. Когда-то же был первый поэт, в конце концов. Спасибо, спасибо за интересный диалог, и не могу, конечно, не спросить у вас, и попросить, точнее, вас, для нас, для мурманчан, для гостей нашего региона, да и вообще для всех-всех, кто нас слушать будет, в том числе и в записи, потому что у нас будет возможность посмотреть, конечно, и выложить запись в эфир. Впереди Новый год, это всегда, да, пора надежд, тех желаний, которые не сбылись, мы хотим их, чтобы обязательно в будущем году все случилось, и год был непростой, в преддверии Нового года, дракона. Пожелайте что-нибудь нам. Ну, во-первых, я желаю, да, простое счастье, а для этого, наверное, очень важно научиться любить жизнь, любить свой путь. Я желаю всем реализовать свои творческие способности, нетворческие способности, чтобы все мечты сбылись. Я желаю смелости, у меня есть стихотворение новогоднее, может, встретимся в Новом году, где-то пятого, можно под вечер. Я не буду вас читать целиком, в общем, смелости, да, если кому-то вы в этом году не решились открыть сердце или с кем-то поругались и долго не общаетесь, набраться смелости и встретиться, или позвонить, или написать этому человеку жизнь одна, и если скучаешь, если чувствуешь что-то, будь открыт. И что еще хочется сказать? Верить в себя, верить в любовь и быть счастливыми. С чего? Начала, тема закончена. С любовью, Ирина Астахова. Спасибо большое. Спасибо за эфир. У нас была замечательная, очень очаровательная, чувственная поэтесса Ирина Астахова. А сегодня в Мурманском, нашем областном театре кукол, вы можете увидеть ее и также услышать на творческом вечере на спектакле, моноспектакле. Спасибо. Спасибо, буду очень рада. Субтитры создавал DimaTorzok